Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Дмитрия Дудко. Сегодня выпуски. 35-я береговая батарея по-прежнему помнит кровавые ожесточенные бои, которые шли здесь в 42-м. 250 дней мужества, стойкости и силы духа. 81 год назад завершилась вторая героическая оборона Севастополя. Как вспоминали защитников города на 35-й береговой батарее. Парковка – это одно из тех мест, которое должно быть рядом с любым парком, наверное. И хотелось сказать огромное спасибо. Возле Парка Победы обустроили самую большую бесплатную парковку в городе. Насколько автомобилей она рассчитана? Мы решили, нужно что-то производить, что-то свое для людей делать. Рассказывают и показывают, Юлия Панкова из Севастополя стала победителем проекта «Топ-блог» от платформы «Россия – страна возможностей». Главная цель, конечно, поляризация, охват как можно больше нашей баскетбольной семьи, дружбы между городами, потому что здесь участвуют Симферополь, Ялта, ну вообще-то много крымских городов. В Севастополе прошел пятый по счету летний кубок по баскетболу. Сколько команд боролись за победу и какие еще турниры ждать севастопольцам этим летом? Новый чемпионат, новый такой вызов для нас, и у ребят как бы есть рвение, вот что-то новое попробовать. Меньше двух недель до исторического события. Футбольный клуб «Севастополь» продолжает подготовку к старту во второй лиге ФНЛ России. 3 июля – особая дата в истории Севастополя. В этот день, 81 год назад, закончилась вторая героическая оборона города 1941-1942 годов. Она продолжалась 250 дней и стала символом бессмертного подвига, мужества и героизма советских воинов. Благодаря ей наступление фашистов на южном фланге советско-германского фронта было сорвано. Общие потери защитников Севастополя по разным подсчетам составили от 150 до 200 тысяч человек. В день окончания второй обороны нашего города губернатор Михаил Развожаев вспомнил историю героического события и тематическую картину Александра Дейнеки «Оборона Севастополя». Это одна из самых драматических работ всего советского искусства военного времени, посвященная подвигу защиты Севастополя. Хочу с вами поделиться историей написания этой картины. Художник очень любил наш город, до войны часто писал здесь. Однажды он увидел на фотографиях руины Севастополя. При работе над картиной автор не стремился добиться реализма. Характер полотна во многом символический. Например, советские войны гораздо крупнее поверженных врагов. Ярко-белая форма русских матросов контрастирует с формой фашистов. На белоснежной одежде нет ни дыр, ни пятен, что было невозможно в условиях боя. Александр Александрович говорил, что хотел прославить мужество советской армии и укрепить веру народа в победу. Мне кажется, что у него это прекрасно получилось. Мы всегда будем помнить о защитниках нашего города-героя. Во время второй героической обороны защитники Севастополя сражались за каждый клочок земли, последним из которых стала 35-я береговая батарея. Сегодня это музейный историко-мемориальный комплекс. 3 июля там по традиции вспоминали павших воинов. Как это происходило, расскажет моя коллега Анастасия Синиц. 35-я береговая батарея по-прежнему помнит кровавые ожесточенные бои, которые шли здесь в 42-м. В этот день, 3 июля, каждый год сюда приходят люди. Вспоминают тех, кто погиб, защищая город на последнем пятачке второй героической обороны. Возлагают цветы. 3 июля 1942 года – это для Севастополя трагическая дата. Это страшные дни, недели на мысе Херсонес, где наши защитники, защитники нашего города держались и до последнего бились с фашистами. Они были лишены всего самого необходимого – воды, еды, медикаментов, боеприпасов. Благодаря чему они держались, что придавало им сил. Конечно, это беспримерное небывалое мужество, стойкость. Мой отец Федор Спиридонович Фисенко был капитаном-летчиком. Он здесь находился на Херсонесском плацдарме последний месяц небольшим. Их из Кавказа перебросили на лидер Ташкенте для подкрепления в своих записках. А самое ценное то, что он все это время делал записи. Нельзя было дневники вести военным, запрещалось категорически. Но кто-то делал. Каждый день, каждый день вот этого пребывания на Херсонесском плацдарме он описал в трех-четырех строках. Буквально, но это то, что было настоящее, видел. Это те, кто погибал на его глазах, конкретные фамилии, при каких обстоятельствах. Последний день, это в ночь на первое, с 30-го на первое, пришло 12 самолетов, которые должны были забрать. Но это были по спискам, все расписаны, кого должны были забирать. Он не был в списках этих, но неожиданный налет, попадание в командный пункт. И он контуженный, и срочный приказ ему грузиться на самолет, отправляться на Кавказ. Потом на Кавказе, уже в спокойной обстановке, все эти бумажки превратились в дневник, который каждый день без пропуска были несколько. По этим дневникам я потом, опираясь на них, написал книгу «Может, свидимся еще». Ее издает 35-я батарея. Нам нужно эмоциональное восприятие. Сегодня поэтому мы попытались провести по-новому экскурсии для наших гостей. Повторяю, это, конечно, не каждый день, но именно в этот день, 3-го июля. Мы, продолжая экскурсионный рассказ, вдруг останавливаемся перед каким-то портретом. И экскурсовод говорит, а на этом портрете летчик, который раз, два, три, четыре рассказывает, что с ним произошло. Но более подробно об этом расскажет его сын, который находится среди нас. В лазарете я рассказывал о своем отце, лейтенанте медицинской службы. Вот Виталий Фисенко рассказывал о своем отце, летчике. Даниман рассказывал о своем отце, который был вообще цирковым артистом. И вот оборона Севастополя, и вот он красноармеец, и вот он в строю. В моем понимании комплекс – это наша история, история наших великих героических предков. В 2008 году маршрут первый был открыт, еще батарея не была построена. Еще только расчищались здесь завалы. Многие севастопольские мальчишки 90-х, 80-х были на батарее, лазили в этих подземельях с фонариками. Эту историю помним очень хорошо, ее состояние. Нужно было вычищать, нужно было укреплять. Поэтому как только первый маршрут получилось создать, в 2008 году как раз был открыт первый маршрут. Батарея продолжала, сам мемориальный комплекс продолжал строиться. То есть вот здесь мы поставили ограждение, и через ограждение отсчитывали 30 человек, потому что освободили только несколько помещений. Стройка шла еще? Еще стройка шла. Здесь КАМАЗы, здесь КРАЗы, здесь работали подъемные краны. И даже экскурсоводы не имели своего стула, чтобы сесть и отдохнуть. На ту пору я руководила молодежной организацией, которая называлась «Москит», которая была всем тогда известна, своими пророссийскими настроениями. И вот ребята наши 15 лет назад в футболочках «Триколор» были волонтерами на открытии этого музея. И много лет были волонтерами. И хочу сказать, что первую пробную экскурсию до первой официальной опробовали как раз на них. Здесь был субботник большой. Вот это все белили, красили и провели деткам экскурсию. Хочу сказать, что не все смогли дойти до конца маршрута, хотя первый маршрут был самый короткий, потому что впечатлений было очень много, ребята плакали. А полное завершение строительства произошло в торжественной обстановке 5 мая 2012 года. В состав музейного комплекса обязательно входит за мной пантеон памяти, некрополь, где захоронены почти 700 человек, часовня, под спудом которой захоронены 6 человек, окопный парк вдоль обрывов, 250 метров, это гранитные постаменты и на них чугунные плиты с теми, кто воевал, кто оборонял Севастополь. Это и корабли, это и части, это и военно-воздушные силы, и приморская армия. Вот это вот все сегодня составляет большой на 8 гектаров и 2500 метров музеифицированной площади под землей музейный комплекс 35-я береговая батарея. Я думаю, что музейный комплекс как раз это не просто комплекс, а боевая единица, которая в настоящий момент продолжает выполнять свою боевую задачу, и ребята, которые здесь проходят присягу, уж точно не посрамят ни себя, ни своих предков, ни своей семьи, ни город-герой Севастополь, там за ленточкой. Когда мы читаем книги отзывов, в котором и на английском, и на немецком, и на испанском языке, и со всех уголков России, и когда мы читаем не просто слово «спасибо», «а я как бы побывала на месте, где без вести пропал мой дед, я как бы вспомнила его здесь, спасибо, что вы это место сохранили, оно же могло и пропасть». Вот я хочу сказать глубокий поклон, они выражают создателю Алексея Михайловича Чалова и коллективу музейного комплекса. Мы немножко необычный музей, мы мало рассказываем про экспозицию, она у нас и маленькая. Мы больше стараемся эмоционального воздействия за время экскурсии. И завершаем все, конечно, в пантеоне памяти. И вот там это уже заставляет людей рыдать. Спасибо большое за ваш комментарий. Еще раз поздравляю с первой экскурсией. А защитников Севастополя мы будем помнить вечно. Анастасия Синица, Андрей Тымчук. Новости Севастополя. Завершились работы по обустройству самой большой бесплатной городской парковки, которая расположена рядом с Парком Победы в Гагаринском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. Площадь парковки 20 тысяч квадратных метров и рассчитана она на 600 автомобилей. Предусмотрена и система водоотведения. Кроме того, проведен капитальный ремонт проезда вдоль набережной и улицы Летчиков. Уложено 2 километра дорожного полотна. Теперь тут есть тротуары и отдельная велосипедная дорожка протяженностью полтора километра. В темное время суток здесь будет светло, везде установлены фонари. Михаил Развожаев подчеркнул, это одно из самых популярных мест семейного отдыха в Севастополе, поэтому постарались сделать для горожан и гостей максимально удобный подъезд и парковку. Отдыхающим очень нравится. Прекрасно, много места, припарковаться вообще нет проблем, то есть рядышком с пляжем идеально. Парковка это одно из тех мест, которое должно быть рядом с любым парком, наверное. Хотела сказать огромное спасибо за нее, потому что приезжать сюда как минимум стало проще и парковаться, и нарушать не нужно. Во-первых, это безопасность, то есть можно сохранить автомобиль, да, чтобы никто там не поцарапал, не въехал. Вот, очень удобно и с детками, вот, очень спасибо большое, очень удобно, комфортно. Приехали сюда, когда не было ни парковки, здесь невозможно было нигде не припарковаться, ничего, ужас просто был. Да, машин было очень много, желающих тоже. В этом году просто песня, вот, сделали такую шикарную парковку, я думаю, все горожане Севастополя, наверное, все оценили, это масштабный такой, всем хватает места. Приемная кампания проходит во всех вузах нашей страны. В этом году правительство приняло решение увеличить число бюджетных мест. По поручению президента России государственные услуги продолжают переводить в электронный вид. Для абитуриентов действует сервис поступления в ВУЗ онлайн. Через портал госуслуги теперь можно подать заявление в более чем тысячу учебных заведений. Это почти 600 университетов и 450 филиалов. Далее другие новости дня. Частным компаниям расширят возможности для работы в космосе. Об этом Владимир Путин говорил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. Во время переговоров президент отметил, привлечение негосударственных компаний и предприятий поможет развивать низкоорбитальную группировку спутников. В 2023 году Роскосмос уже запустил на орбиту 40 спутников, среди которых Росгидромет, Глонас и Метеор. Российским регионам к октябрю нужно разработать программы развития беспилотных авиационных систем. Такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании президиума профильной правкомиссии. Он отметил, регионы должны представить Росавиации и Минтрансу информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков, где будет размещена инфраструктура для беспилотных авиасистем. Сейчас для полётов беспилотников на всей территории России реализована система «Цифровая платформа». В дальнейшем планируется её интеграция с порталом Госуслуг, чтобы пользователи, в том числе силовые структуры, могли определить легальность полёта. До 2028 года аэродромы всех субъектов страны планируют оснастить техническими средствами для обнаружения противоправного применения беспилотников. Министерство образования и науки России рекомендовало ВУЗам начислить абитуриентам до 10 дополнительных баллов за участие в СВО. В мае прошлого года Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке детей российских военных, погибших или раненых в ходе специальной военной операции. Для них было выделено 10% бюджетных мест в российских ВУЗах. Дети участников СВО по отдельной квоте могут поступать в высшие учебные заведения на базе внутренних экзаменов или основе результатов ЕГЭ. В мае этого года Минобранауки рекомендовала ВУЗам снизить стоимость обучения для студентов-участников спецоперации. Чангарский мост на административной границе между Хевсонской областью и Крымом восстановлен. Движение возобновилось. Об этом сообщил председатель правительства Хевсонской области Андрей Алексеенко. Он отметил самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме. Часть Чангарского автодорожного моста была повреждена 22 июня ударом в СУ. 3 июля впервые в этом году можно будет наблюдать Суперлуния, информирует московский планетарий. Это астрономическое явление, при котором совпадают два события – полнолуния и максимальное сближение орбиты спутника с Землей. Луна кажется крупнее, чем обычно, и спутник окрашивается в красноватый цвет. Во время полнолуния и новолуния происходят самые высокие приливы. Из-за гравитационного воздействия возникает риск землетрясений магнитных бурь. Всего в 2023 году ученые прогнозируют четыре подобных астрономических явления. Следующие пройдут 1 и 31 августа, а также 28 сентября. Индивидуальный предприниматель Юлия Панкова из Севастополя стала победителем проекта «Топ-блог». Об этом сообщили в автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Благодаря этому проекту Юлия освоила информационную платформу ВКонтакте, подружилась с контент-планом, научилась монтировать ролики, упаковать блог. Индивидуальный предприниматель руководит в столярной мастерской «Смета». Вместе с супругом делают игрушки, наборы для творчества, интерьерные элементы. Только экологичные изделия из дерева разных пород. А заодно и рассказывают об этом в своем блоге. Юлия Панкова стала одной из 39 победителей проекта, в котором участвовало более 9,5 тысяч начинающих блогеров. Имена лучших объявили в Москве, где в онлайн-формате состоялся блок-уикенд для блогеров из 56 регионов России. Все они стали финалистами третьего сезона проекта «Топ-блог» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проходил в категории «Начинающие». Теперь же все участники, которые совершили рост блога по одному из показателей, переходят в категорию «Блогеры» и продолжают соревноваться за звание победителя проекта. Зачем самозанятому нужен бизнес-план? Сколько основных понятий он должен включать? И как рассчитать себестоимость товаров и услуг, чтобы остаться в плюсе? Об этом и многом другом севастопольцам расскажут в центре «Мой бизнес». 12 и 13 июля там пройдет обучающий онлайн-тренинг. Опытом с коллегами из нашего города поделится Наталья Ромашова, руководитель регионального союза самозанятых Омской области, автор многочисленных статей по финансам и праву. Встреча в дистанционном формате состоится благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Главная цель – подсказать, что в первую очередь необходимо учитывать, составляя подробное описание своего проекта и как при этом избежать ошибок. Начало дискуссии в 13 часов, продлятся они до 16.00. Желающим присоединиться понадобится предварительная регистрация. Подробности можно узнать по телефону центра «Мой бизнес». Служба по контракту «Выбор настоящих мужчин». Мы продолжаем рассказывать вам о тех, кто добровольно вступает в ряды российской армии и отправляется на передовую специальной военной операции. Что движет такими людьми и как встать на защиту Родины вместе с ними, знает Владислав Ивенин. Пакет документов собран, медкомиссии и профотбор пройдены. А значит, 18-летний юноша готов к заключению первого контракта с Минобороны. Несмотря на столь юный возраст, Михаил осознает всю ответственность и важность происходящего в мире. И тоже хочет внести свой вклад в светлое будущее нашей страны. Такое решение парень принял осознанно. Любовь к военному делу с детства прививали родные. У меня дедушка, он служил во флоте в детстве. Он часто водил меня по кораблям, рассказывал про военную историю, про Черноморский флот, как он служил, его истории со флота, с корабля. И вот поэтому я хочу поступить на контракт. Служить молодой человек будет в пункте отбора на военную службу. Его главная миссия – помогать тем, кто так же, как и он, желает заключить контракт и встать на защиту Родины. Я на пункте отбора по призыву изучаю работу с документами, работу с заявлениями, с паспортными данными, с заключением договоров как призывников, так и других отраслей. Я чувствую ответственность за людей, которые поступают на контракт. Я горд тем, что я могу помочь им поступить на контрактную службу, чтобы они защищили нашу Родину. В прошлом году наш регион одним из первых утвердил меры поддержки участников СВО. Тогда по поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе приняли специальный закон. Он включает в себя 12 мер социальной поддержки. Среди них компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатные путевки на отдых и оздоровление детей, льготный проезд в общественном транспорте, а также другие льготы и меры поддержки. Существуют еще дополнительные льготы как для участников боевых действий и предусмотренные субъектом Российской Федерации, городом Севастополем. Такие как 50% оплаты ЖКХ, бесплатное питание детям в школах и в детских садах. Еще самое главное – это правительством города Севастополя предусмотрена выплата в размере 200 тысяч для участников СВО и 4 сотки земли. Кроме того, за военные успехи на фронте контрактникам полагается финансовое вознаграждение. Так, за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника выплатят от 50 тысяч до 1 миллиона рублей, а за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов – 50 тысяч рублей. Ну а для того, чтобы заключить контракт и пополнить ряды Вооруженных сил России, достаточно обратиться в пункт отбора по адресу – улица Коммунистическая, 3А. С собой понадобится паспорт, а также при наличии документ об образовании и военный билет. Владислав Ивенин, Михаил Волобуев, Новости Севастополя. В нашем городе прошла детская благотворительная акция «Здравствуй, лето». Праздничную программу для юных севастопольцев и детей из вновь присоединенных регионов России подготовили в аквапарке «Зурбаган». В этот день на летней площадке собрались около 600 человек. Из них больше половины – это дети участников СВО, а также ребята из Запорожской области. Они смогли покататься на водных горках, поучаствовать в танцевальных флэшмобах и конкурсах. Такой отдых для детей организовали благодаря фонду президентских грантов. По словам депутата Госдумы Татьяны Лобач, поддержка семьи участников СВО и реабилитация эвакуированных детей из Запорожья – задача номер один. И очень важно, что к подобным акциям присоединяются не только общественные организации, но и социально ответственный бизнес. Действительно, у нас идет такое направление – поддержка семьи с детьми. И вот буквально мы недавно отпраздновали юбилей 240 лет городу Севастополю. Я могу уже сегодня анонсировать, 21-24 числа у нас будет проходить Куба губернатора по теннису. И туда будут привлекаться, конечно, наши уже профессиональные спортсмены. Но в рамках федерации тенниса у нас есть мастер-классы для детей, которые хотят заняться теннисом. Это абсолютно бесплатно. Сейчас реабилитация детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей организована не только в развлекательных центрах, но и в детских оздоровительных лагерях. Кроме того, в нашем городе работают над созданием целой программы по отдыху детей из вновь присоединенных регионов России. «Севастополь в первую очередь создает психологические программы. Мы с вами знаем, что когда прибывают дети с семьями, обязательно посещают штаб. Мы вместе, где их встречают в первую очередь психологи. Хорошо организована психологическая служба во всех учебных заведениях. Так как дети идут обучаться сразу в школы, и в школах с ними необходимо правильно проработать те ужасные психологические травмы, которые получены именно на территориях, где идут военные действия. И вообще наша задача сейчас сделать детство счастливым и дать тот хотя бы небольшой кусочек счастья, который положен детям». В минувшие выходные в Севастополе разыграли пятый летний кубок по баскетболу. За главный трофей соревнований сражались сразу 90 команд. В этом году на парке и те уличных площадок яхт-клуба «Юг» в упорной борьбе сошлись коллективы из разных городов полуострова. Между собой они сыграли больше 200 поединков. На этот раз матчи проходили в формате 3 на 3. В таком случае баскетболисты используют лишь половину площадки. Такие правила для участников турнира не в новинку. Для большинства баскетболистов это базовое упражнение на тренировках. «На самом деле, я скажу так, что мы тренировались с мальчиками. То есть у нас мальчики лучше играют, на самом деле, чем мы, девочки. И вот благодаря им, я думаю, мы немного потянулись вот за июнь. И сейчас неплохо играем. Конкуренция, правда, очень большая. Приехало множество команд. Я безумно благодарна вся наша команда организаторам за это мероприятие. То есть это и весело, и плюс опыт к вашей команде». Главная задача такого турнира – популяризация баскетбола. Именно поэтому возраст участников никак не ограничивали. За главные трофеи соревнований боролись как дети, так и взрослые. Подобные игры, по словам организаторов, планируют провести уже в следующем месяце. «У нас в этом году в августе должны быть два турнира проведены – 5 и 12 августа. Там тоже приглашаем всех любителей, желающих играть в баскетбол. Вот в этом году, допустим, у нас участвуют в этом кубке даже игроки, которые в школе когда-то занимались баскетболом. Я знаю, там программисты, потом кто у нас, энергетики. То есть они участвовали. Да, видно, что они отстают, но они с удовольствием участвовали в первенстве. С удовольствием участвовали в этом кубке». Футбольный клуб «Севастополь» продолжает подготовку к старту сезона во второй лиге дивизиона «Б» ФНЛ России. Команда находится на базе «Скиф» в Новопавловке, где проводит учебно-тренировочный сбор. Подробности в материале Святослава Данилова. Первую трудовую неделю тренерский штаб планировал завершить контрольной игрой, но в итоге было принято решение провести двусторонку. Сыграли четыре тайма по 20 минут. Наставник севастопольской команды Станислав Гудзикевич отметил, что он доволен работой всего коллектива. Футболисты поиграли, получили удовольствие и положительные эмоции. В то же время тренеры оценили возможности футболистов, которые находятся в команде на просмотре. Здесь много молодежи, которая должна быть в составе по лимиту. Игроки будут работать на базе «Скиф» до 8 июля и завершат учебно-тренировочный сбор контрольным матчем с Рубином Ялтой. Напомним, чуть менее двух недель остается до стартового исторического матча в дивизионе Б второй лиги ФНЛ России с Ростовским СКА. Встреча пойдет в воскресенье 16 июля в Севастополе. Я очень рад, что так получилось. Я очень хочу, чтобы уже сезон начался, и мы сыграли первую игру дома при родных стенах, при болельщиках. Честно, уровень ничем не отличается от Крыма, то, что мы играли КФС. Просто хороший уровень, который нам по силам. Новый чемпионат, новый такой вызов для нас. И у ребят как бы есть рвение, вот что-то новое попробовать. И поэтому психологически такой, я думаю, что подъем. В то же время стало известно, что команду покидают сразу 8 футболистов. 30 июня у группы игроков завершились трудовые договоры, которые руководством ФК «Севастополь» по различным причинам решено было не продлевать. По обоюдному согласию сторон клуб расстался с нападающим Игорем Волковым и полузащитником Антоном Галенковым. К большому сожалению, полузащитники для Вернуридинов, Денис Малышев, защитники Александр Челядник, Леонид Загребельный и Олег Солович не могут быть заявлены за ФК «Севастополь» во второй лиге дивизиона БФНЛ из-за проблем с оформлением российского футбольного паспорта. В команде отметили, что это серьезная кадровая потеря, но клуб вынужден следовать регламентам ФНЛ и продолжать подготовку к стату первенства России. Обидно за парней. Один коллектив был, столько побед вместе. И хотелось, даже когда зимой становились чемпионами, чтобы именно этой командой косяком зашли в новый чемпионат и навели, так сказать, шороху там. Но это футбольная жизнь такая. Очень обидно, конечно, за ребят. Надеемся, что решится этот вопрос хотя бы с ребятами, которые остались сейчас в команде. Но самая большая потеря – это, конечно же, ветеран клуба Андрей Кива. В общей сложности он провел в команде 17 сезонов. У него завершился трудовой договор с клубом и по обоюдному согласию сторон решено было его не продлевать. Андрей Кива – севастополец, получивший начальное футбольное образование в Севастопольской с Дюшор номер пять, в спортинтернате номер один и металлисте. За ФК Севастополь выступал еще сезонно 2007-2008. В составе нашей команды во всех лигах Украины провел 121 матч и забил 13 мячей. Полузащитник принял участие в девяти чемпионатах Пемьерлиги КФС, сыграв за Севастополь 161 матч и забив 32 мяча. Он четыре раза становился чемпионом Пемьерлиги КФС, выигрывал кубок и трижды суперкубок КФС. По итогам сезона 2022 был признан лучшим футболистом чемпионата. Светослав Данилов, новости Севастополя. И в завершении выпуска прогноз погоды. 4 июля в Севастополе без осадков. Возможен туман. Днем воздух прогреется до 28 градусов. Ночью температура опустится до отметки 22 градуса выше нуля. Ветер слабый, переменный, преимущественно юго-западный, с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. В первой половине дня влажность высокая. Вода в море у берегов Севастополя прогрелась до 23 градусов. И на этом наш выпуск завершен. В студии работал Дмитрий Дудко. И я желаю вам всего хорошего. До встречи в эфире.